Сегодня мы с вами продолжим изучение книги Шенехалахот и урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех, кого можно спасти, излечения раненых и больных, в том числе Лихошлема Шельхадаса Батахува, Ася Батхава Ягутис, Вихол Исраэль. И мы дошли до 114 главы, где обсуждается вторая броха и в частности основное обсуждение здесь это, конечно, просьба о дожде. Упоминание дождя зимой и, наоборот, неупоминание дождя летом. То есть тут есть два варианта. Либо ничего не говорить летом, как так делают ноги Ашкиназим, или говорить летом Морида Тай, что все же не посылает росу. Всегда можно говорить о росе, но роса всегда бывает, но Талмут фактически объясняет, что если хочешь упоминаешь, если хочешь не упоминаешь. А вот дождь обязательно нужно упомянуть зимой, а летом, наоборот, нельзя упоминать дождь, потому что считается в Израиле, в основном случае, проклятие, когда дождь идет не вовремя, там летом дожди не идут, и это, наоборот, плохо для сборки урожая. Поэтому вот такая вот сложность, что нужно вовремя перестать упоминать дождь и вовремя начать упоминать. И если забыли, искали по привычке неправильно, то нужно будет возвращаться, и все это будет здесь обсуждаться. Итак, начинаем мы упоминать дождь. Речь идет именно о второй брахе. Просить дождь мы будем потом в девятой брахе, это немножко позже начинают, просить дождь, чем упоминать дождь. И там еще есть разница между Израилем и землями вне Израиля. Это все будет обсуждать через три главы. В главе 117, а в главе 114 упоминается именно вторая браха. То есть говорить, когда муридаталь, ничего не говорить для тех, кто не говорит ничего, или говорить о дожде, в те месяцы, когда в Израиле обычно идет дождь. Итак, мы начинаем просить дождь во втором благословении, не просить, а упоминать дождь во втором благословении, начиная с Мусофа, последнего Йомтова в Суккот, имеется в виду Шмини Ацерет. Но для нас вне земли Израиля это не последний, а последний это Симхат Тора. Но в земле Израиля это один и тот же день. Йомтова Ахарона, единственный день Шмини Ацерет, это и есть Симхат Тора, и он же Шмини Ацерет. В общем, в этот день, просто называется в последнем смысле не первый день Йомтова Суккота, а последний день Йомтова Суккота. Но какой из двух, вне земли Израиля, когда их два, это имеет в виду первый из этих двух. Не в Симхат Тора, а именно в Шмини Ацерет. А вот в Израиле это один и тот же день, Шмини Ацерет, он и есть Симхат Тора. Вот в этот день начинают просить. Не просить, а упоминать, извиняюсь. Я все время путаюсь, да, просить мы будем в девятой брохе, а упоминать в этой брохе, упоминаем, значит, про дождь. И до молитвы кто-то громко кричит, ну, объявляет, да, для всех, Морида Гешен, или Маши Варуаху Морида Гешен, чтобы знали, что нужно упоминать дождь. Не достаточно просто сказать Маши Варуах, да, потому что ветер можно, опять же, в любое время упоминать. Есть Нусухи и сегодня, где упоминают ветер и зимой, и летом. Маши Варуах можно всегда говорить, опять же, как Талмуд говорит. Вопрос только в дожде. Главное упомянуть, что нужно теперь, мы объявляем, что теперь нужно упоминать дождь. И до того, как кто-то объявил, нельзя упоминать дождь. Поэтому если никто не объявил, то тогда ни община, ни Хазан не говорят про дождь, пока не будет повторения Шмон-Эсре, и тогда они уже услышат от Хазана про дождь, и после этого уже будут на следующей молитве в Минху упоминать дождь. Но если, говорит, кто-то в своей Сихе Шмон-Эсре громко произнес дождь, Бедееве теперь, раз услышали его слова, то можно и другим говорить про дождь. Но если они скажут, то они после факта выполнили заповедь, раз не было формально объявлено про дождь. Бедееве, в любом случае, если забыл упомянуть дождь, после того, как услышал от другого, кто-то громко произнес в своей Шмон-Эсре, то другие могут упоминать дождь, но если забыл и не сказал, то Бедееве это выполнил заповедь, потому что это не было формально объявлено. А если человек вообще не идет в синагогу, он не может пойти, потому что болеет, например, то что ему делать, когда он молится дома? Он говорит, что если он будет молиться до общины, тогда пусть не упоминает дождь, раз община еще не объявила про дождь, то есть он молится рано, пусть тогда дождь не упоминает. И вообще, если нет Миньяна, если несколько людей живут в какой-то деревне, где нет Миньяна, пусть они в Муссов дождь не упоминают, только в следующем Минхе. А вот если они молятся позже общины, тогда уже они пусть упоминают дождь, потому что раз община упомянула в этом городе, тогда, соответственно, и они упоминают. И еще есть неуверенность, если есть два Миньяна, допустим, в Атикин, Миньян с восходом солнца, как в некоторых синагогах есть, а потом обычный Миньян. Так вот, если объявили в первом Миньяне уже про дождь, то тогда помогать ли для второго Миньяна? А если человек сказал Машеваруху Муридагешем «Вечером в Шминьяцерит» или «Вшахарит», то Бедевед он выполнил заповедь. То есть обычно, как мы увидим, если летом человек упомянул дождь, он должен возвращаться назад. Но в данном случае, раз это уже, в принципе, день наступил, хотя еще Мусов не наступил, но сам день же Миньяцерит наступил, то Бедевед хотя бы можно не возвращаться. Не нужно возвращаться. А когда перестают упоминать дождь, это происходит в последний Мусов, не включительно, первого дня Песаха. То есть до Шахарита первого дня Песаха все еще упоминают дождь, а уже в Мусов, в первый день Песаха, начинают говорить Муридаталь или вообще ничего не говорить, если Ашкеназим, да, те, кто вне земли Израиля, Ашкеназим большинство не говорят ничего, ни про Расу, ни про что. Но большинство евреев, и Сефардиум, и Хасиды произносят Муридаталь или Машеваруха Муридаталь. Так вот, в тех местах, где говорят про Таль, там и объявляют, соответственно, перед Муридом Мусаф, так же, как про дождь упоминают перед Мусафом Мусишменяцерит, так же перед первым днем Песаха Мусафом объявляют громко Муридаталь. И все знают, что теперь начинаем говорить Таль. А вот в местах, где ничего не говорят, там, на самом деле, невозможно объявить, потому что что ты объявишь? Не говорите больше про дождь, как бы нехорошо так объявлять что-то, что не говорить. Надо благодарность иметь, что до сих пор дождь шел, это же нужен был дождь зимой. Поэтому следует, он говорит, что молиться тогда еще Мусаф, как привыкли, то есть еще дождь напоминает Мусаф в последний раз, а потом опять же, когда Хазан уже в повторении не упомянет дождь, то и все в Минху, на следующую Минху теперь уже не будут упоминать дождь. То есть получается, это все равно, что всегда, когда не объявили, мы должны молиться тогда еще Мусаф Тихий, как раньше, как предыдущие. Будь то в Шминиасеет, будь то в первый день Песаха. Молимся, как молили Шахарит, а уже в Минху начинаем говорить то, что по-новому, то, что не говорили раньше. Муридаталь, или вообще не говорить ничего, но главное, что предстоит говорить дождь уже в Минху, в Песах. Если человек поздно пришел и начинает молиться, когда уже в Повстане Копщины молятся Муссов, тогда, соответственно, и он, раз он позже, раз он начал уже, когда Повстане Копщины молятся по-новому, то и он молится по-новому. А что делать, если человек, опять же, живет один и не знает, помолилась уже община Муссов или нет? Тогда, говорит, если он не уверен, то лучше не упоминать. Есть неуверенность, если Ватикин помолились в этой синагоге, то относится ли теперь их новый вариант молитвы, допустим, если это Песах, получается, они перестали упоминать дождь, так относится ли это теперь даже для Шахарита тоже. Он, кстати, об этом здесь не пишет, он пишет опять про Муссов второго Миньяна. На самом деле и про Шахарит была какая-то неуверенность у автора Мишнабруры, по-моему. Действительно, логично, что хозя не устанавливали менять Шахарит, они устанавливали менять именно в Муссов. Кстати, знаете почему? Почему и в Песах, и в Шминиоцелят в обоих случаях именно в Муссов меняют, начинают по-новому говорить? Это чтобы люди видели, что именно сейчас стали говорить по-новому, потому что если кажут в Шахарит, люди подумают, что может они в предыдущей Арвид говорили по-новому, Арвид же нету громкой молитвы. А если действительно усмотрят, пусть действительно в Арвид начинают говорить по-новому, тогда в Арвид мало кто собирается в синагоге, в те времена очень мало кто собирался, и люди не будут знать, что пора говорить по-новому. Поэтому выбрали Муссов в самое хорошее время, что все видели, что в Шахарит говорили по-старому, в Муссов начали говорить по-новому, и все будут знать, когда именно, что все одновременно перейдут на новый Нуссов. Как-то так. Так. И опять же, так же, как он сказал про Шмини Ацели, тоже верно и в Песах. Если человек еще вечером начал говорить по-новому, и тем более в Шахарит, то Бедеевед хотя бы он выполнил заповедь. Если он не сказал, да, ни Дождь, ни Расу, ничего не сказал уже вечером в Песах. Вот. Еще есть такой закон, и это, кстати, вот один из случаев, когда есть преимущество Усифарского и Хасидского Нусуха перед Ашкинаским. А именно, что если человек упомянул хотя бы Расу, то тогда он выполняет заповедь зимой тоже. Поэтому если человек по привычке сказал зимой как летом, если он всегда говорит про Расузи летом, говорит Морид Аталь, то он Бедеевед хотя бы выполнил заповедь. В то время как если он ничего не говорит летом, то тогда это проблема, что если он как по привычке ничего не сказал, ни Расу, ни Дождь зимой, то ему нужно будет заново молиться. А вот в обратную сторону это уже для всех, и для Ашкиназин, и для Сифадин проблема, если упомянул, наоборот, Дождь, когда не положено упоминать. То есть он по привычке продолжил молиться и летом, говоря про Дождь. Вот. Тогда нужно возвращаться назад. Вот. Но если он сказал просто Маши воруах, тогда, соответственно, не нужно возвращаться, как мы уже говорили, что про ветер можно говорить когда угодно. Вот. Если, значит, возвращаться нужно, то куда именно возвращаться? Тут тоже есть различные случаи. В случае, если человек сказал, например, Дождь летом, когда не положено было, он возвращается в начале этой брахи, в начале второй брахи. Так постановляют Шуханару, хотя Рамбам считает, что в начале Шмуна-Эсре нужно возвращаться. А вот если он уже закончил эту браху, и тогда сообразил, что он сказал про Дождь, тогда нужно возвращаться в начало Шмуна-Эсре. Тем более, если он уже всю болитву произнес и упомянул Дождь, когда не положено, ему нужно возвращаться в начало Шмуна-Эсре. А наоборот, зимой, если забыл сказать про дождь То если он в этой брахе сообразил То он прямо в этой брахе вставляет про дождь в любом месте Там, где вспомнил А если он уже закончил браху И у него обычай, как я сказал, как о ушкиназим Не говорит ни дождь, ни рассу Тогда если он может Если он вспомнил сразу после хатимата браха Сказал Михаим Итим И тут же сказал Мурида Гешем То он выполнил заповедь А если уже начал следующую браху Тогда все, теперь нужно возвращаться в начало шмоноэсре Еще автор пишет, что даже в самой Муссов уже Если объявили говорить по-новому Например, в Песах сказали говорить уже дождь А он не сказал В смысле, наоборот В Песах сказали не говорить дождь А он сказал Да, то если он сказал Если он Сказал по-старому даже в Муссов После того, как объявили То он не выполняет заповедь Ему нужно возвращаться И еще замечу здесь Что Когда нужно возвращаться Мы сказали Если он еще во второй брахе Он возвращается в начало самой этой брахи Если он вернулся просто в слова Раблио Шия Не возвращаясь в начало брахи То после факта он выполнил заповедь То есть не вернулся вообще Тогда нужно будет потом в начало Шмонесре возвращаться И еще закон Что даже если целая страна Ей требуется дождь в какие-то времена Там засуха Им нужен дождь летом То все равно Они Не должны упоминать дождь там, где не положено То есть в этой второй брахе Они могут шумеет фила Упоминать все, что хотят Насчет девятой брахи Кстати, будет более сложный закон Связанный с этим Но что касается второй брахи Тут он однозначно постановляет Что не зависит от того Целая страна или что Все равно упоминается дождь Тогда, когда хазаль установили И все Но, говорит, если Все-таки он Бедеявит неправильно сказал То есть он в этой стране Где нужен дождь Летом попросил Упомянул дождь То бедеявит, пускай, когда молится Поставит условие Что вдруг это не дава Вдруг все-таки он выполнил заповедь Молитвы Потому что в этих местах Раз нужен дождь То, может, это уже не Не проклятие получается Раз упомянул дождь В тех местах, где он нужен Наоборот Поэтому бедеявит По мнению Роша Он выполнил заповедь Поэтому стоит ему Молиться с условием Что если он Не обязан сейчас молиться Тогда это просто Добровольная молитва Вот Это все, что Относится Если он и в девятой Брохе тоже Чтобы не было противоречия Что он И во второй, и в девятой Он упомянул дождь В девятой попросил А во второй упомянул Иначе Как бы он сам Все противоречит Но Хасун На субботу Если человек Забыл Забыл сказать Упомянуть дождь То его не возвращают Потому что Если бы он Услышал, скажем Повторение Шмон и Асре Ночь на субботу То есть Мень Шива Брохе из семи Как называют ее Да, Хазан ее читает И после Выясает Что можно выполнить С ней заповедь А там тоже Ничего про дождь Не упоминается Но он говорит Сарих Иун Что это Непонятный этот закон Это мнение Так сказать Нужно еще подумать Над этим Так обычно пишут На том, что человек Не уверен Очень сомневается Серьезно По отношению К этому мнению Теперь Главный закон Здесь Это в том Сколько же времени Вы должны предполагать Что человек Если не помнит Что сказал То сказал Скорее всего Неправильно По привычке По инерции Так вот Это очень нас Русланским тому Что обычно Человек по инерции Молится по старому 30 дней Месяц Да, то есть Если например В течение 30 дней После Шмини Ацерет Человек не помнит Сказал ли он Про дождь Если у него Нусах не говорит Ни дождь Ни росу Да, он из тех Ашкеназим Кто ничего не говорит В течение лета Ему нужно будет Заново молиться И так же наоборот Это уже для всех Если 30 дней После Песаха После первого дня Песаха Он не помнит Сказал ли он Морида Таль Или сказал Морида Гершем Как привык зимой Так как мы сказали Если летом Упомянул дождь Нужно возвращаться Так вот В первые 30 дней Считается Что по умолчанию Он сказал неправильно Вот Насчет всего этого Есть много разных деталей В первую очередь Если человек помнил В начале Шмон Эсера Про сказать правильно А потом После Шмон Эсера У него появились Какие-то Смутные сомнения Как же он все-таки сказал Есть мнение Таза Что в такой ситуации Не нужно беспокоиться И уж в частности Если эти сомнения возникли Уже после того Как он уже помолился Бывает часто Человек потом уже не помнит Что он сказал точно Но это не значит Что в момент Когда он Собирался сказать Он не сказал Если он до Шмон Эсера Собирался сказать То вполне возможно Что он сказал правильно А потом Через какое-то время После Шмон Эсера У него опять начались Сомнения Как часто бывает В общем Есть много деталей Всего этого И главный Интересный здесь закон Что А если человек В один и тот же день Просто повторил Много-много раз По-новому Не 30 дней ждал А просто сказал Много раз Михаэм Итимат Равлиоши Амуридаталь Михаэм Итимат Равлиоши Амуридаталь И так он Допустим Сказал 90 или 100 раз То это как будто Он 30 дней Уже молился По-новому Или все-таки Нужно Чтобы прошло Именно время Что в течение Эти 30 дней Каждый день Снова и снова Вспоминал И говорил правильно Вот в этом Есть диспут Шухон Арах Поставляет Как мягкое мнение Что если скажешь 100 раз Эти слова То потом уже По умолчанию Будешь говорить По-новому Поэтому стоит Человеку Получается В первый день Песаха Например Говорить Именно вот 100 раз И так далее В общем Говорить много раз По-новому И тогда Если 100 раз Так сказал Как будто 30 дней Уже говоришь По-новому И дальше Ты уже По умолчанию Наверняка Будешь молиться По-новому По инерции Но многие Мудрецы С этим не согласились Включая Вильницкого Гаона В том числе И Мишнабру Привод Целый ряд Мудрецов Которые Не согласны С этим Псаком И считают Что так Ты не привыкнешь Просто от того Что скажешь По-новому Много раз Подряд Это нужно Именно изо дня В день Говорить Правильно В течение Целого месяца Есть еще Много разных Случаев Которые Здесь обсуждаются Например Половину Раз Допустим Не 100 раз Допустим 50 Или там Повторил По-новому А потом Соответственно Еще Через 15 дней Не уверен Правильно Он сказал Или нет То есть Получается Что 50 раз Это как будто Уже Половина Месяца Прошло Ну и остальные Соответственно 15 дней Потом прошло И после этого Уже по умолчанию Он будет говорить По-новому И тому подобное На самом деле Есть еще одна Сложность Ведь молитвы Которые Мы упоминаем В них Вторую броху Их больше Это включает Мусов Чем молитвы В которых Упоминается 14 Извиняюсь Девятая броха Где Говорим про просьбу Да И получается Если По времени Нужно ждать Месяц Тогда не важно Молился ли он Четыре молитвы В некоторые из дней Или три молитвы А вот если По количеству молитв Тогда получается 90 раз В случае Брохи Да Месяц Там они Насчитали Что будет 90 раз В случае Брохи В которой Упоминается Именно Просьба Дождя Это В субботу Не упоминается На самом деле Тогда 90 Не наберется Вот Но во всяком случае Из-за того Что есть еще Мусов То для второй Брохи Говорят Что лучше не 90 раз Как пишут А 100 И то что я уже Упоминал Что хорошо бы сказать Тогда уже 100 раз На всякий случай Те кто полагается На это мнение Что человек привыкает Тем что просто Много раз Повторяют По новому То следует Сказать 100 раз А не 90 Но Вот по графу Все логично Потому что На самом деле Тут время главное А не количество Раз сколько молишься Поэтому месяц Достаточно Во всех случаях И для молитв Которые произносятся чаще И произносятся реже И на этом я на сегодня Закончил И урок Посвящался Для безопасности На земле Израиля Спасения Всех заложников Кого еще можно спасти Из лечения ранних и больных А также Рифошлемашель Хадаса Батахова Ася Батхава Ихудис В Ихол Исраиле Чтобы наступил Настоящий мир